Приветики всем! Сегодня хочу ответить на такой вопрос, как получение гражданства в Германии. Ну, начнем. Я решила собрать побольше информации, чтобы поделиться с вами на эту тему. Как говорится, погуглила, везде почитала, везде посмотрела, поузнавала, поспрашивала. И сегодня я хочу с вами поделиться этой информацией. Для начала, я думаю, что нужно обратиться к местным органам. Эти органы называются Ausländer Amt. Думаю, что этот шаг будет не лишним для вас. Вы можете сходить и на месте спросить. Вам выдадут бланк, на котором будет... Ну, не бланк, а лист такой, на котором будет перечень документов, которые вы должны будете им предоставить. Так, что дальше? По закону госпошлина на немецкий паспорт составляет 255 евро на одного взрослого от 16 лет и 51 евро на ребенка. Дальше. Ну, первые два шага, чтобы сходить в Ausländer Amt и заплатить госпошлину, это были самые легкие, на мой взгляд, шаги. Следующие шаги будут немножко посложнее. Во-первых, для того, чтобы подать заявление на рассмотрение вашего дела, нужно выполнить ряд условий. Первое условие – это виза на проживание в Германии. Лучше, если эта виза будет бессрочной. Эту визу выдают от трех лет и более, индивидуально с каждым. Кому-то они дают после трех лет, кому-то дают после четырех, после пяти лет. Всем индивидуально. Если срок визы будет ограничен, то там ряд условий меняется, и лучше узнать, конечно, это все на месте. Второе. Соискатель должен иметь достаточный уровень доходов, чтобы не получать социальную помощь и не иметь пособия по безработице. Это второе условие. Впрочем, если получилось так, что вас уволили с работы, но вы в активном поиске и можете это доказать, что вы ищете ее очень активно, то тогда ваши заявления могут рассмотреть. Но, впрочем, возможны и исключения по поводу этого. Также есть поблажки для матерей-одиночек, студентов и инвалидов. Третий пункт. Приложить документы о знании немецкого языка. Его можно получить в Volkshochschule. Ну, сейчас немножко поговорю об этом я поподробнее. Звонить, как вот, например, я и мой муж Саша, звонить надо в джоп-центр, чтобы джоп-центр выслал антрак на заполнение, что вам можно идти учить немецкий язык. Его вам присылают, вы едете в эту школу, записываетесь на курсы, после чего вам ставят термин, вы приезжаете, сдаете такой мини-экзамен, после которого вам говорят идти заново учить. То есть А1 с самого начала, либо А1, вторая часть, либо А2, либо вы знаете на Б1 и вам идти просто сдать. Потом, если вам не хватает до Б1, то вы идете, учите. Кстати, кто-то мне написал, что я показывала книжку, по которой учится Саша, что они заплатили 24 евро. Мы вообще ничего не платили. Он пришел на курс, ему выдали эту книжку, ничего ему не сказали, чтобы он оплачивал что-то. И в джоп-центре нам тоже ничего не говорили, что у нас заберут какие-то либо из им вот эти деньги, что нам надо будет за курс оплачивать. Многие пишут, что курс стоит там час-два евро с чем-то, нет, или там день, я точно не знаю. Он учится с полдевятого до полпервого в школе, ничего он не платит, и за книжку он тоже не платил. Все это бесплатно ему дали. Как я говорила, все пишут ручками. У меня, Саша, аккуратненько все это карандашиком, тихонечко, легонечко, чтобы, если что, можно было потом стереть. Вот. Ну да ладно. Четвертый пункт. Знание языка это недостаточно для подачи на заявление о получении гражданства. Надо еще сдать еще один тест, он называется Einbürgerungs-тест. Einbürgerungs-тест. Короче, язык заплелся, вы меня поняли. Всего там идет 300 вопросов по Германии, по истории, политике и так далее. И также есть еще вопросы тематические по каждой земле. Этот тест вы тоже должны пройти. Не знаю, выдают какой-то документ или нет, но, скорее всего, его выдают. Еще насчет этого я точно не уточнила. Вот. Но факт в том, что вы должны сдать и экзамен, и этот тест. И еще. Если даже вы сдали этот тест, есть даже еще одно но. Например, если в период проживания в Германии вы нарушаете закон, либо у вас проблемы с законом, либо вы получаете крупные штрафы, то вы, конечно, можете позабыть о немецком гражданстве минимум как на год. Например, сейчас приведу пример. Если за один год вас поймают без билета в поезде, в поезде, в автобусе трижды, то минимум на год вы не сможете иметь немецкое гражданство. Либо же вы два раза проедете на красный свет, то же самое. У каждого штрафа есть свой период действия, от которого вы не сможете уйти. Итак, пятый. Будущий гражданин обязан подписать бумагу о том, что он ознакомлен и согласен с демократическими принципами, с жизненным строем и Конституцией Германии, что права и свободы человека, и воли издевления, и тому подобное. Все он должен это подписать и, наконец, отказаться от предыдущего гражданства. Кстати, отказаться намного тяжелее, чем получить новое гражданство. Так что, после того, как ваше заявление рассмотрят, и если рассмотрят его в положительном контексте, то вам выдадут бумагу на гарантирование, что вы получите немецкое гражданство. Эта бумага действует сроком два года, но ее можно продлить еще на два года, но только в том случае, если вы откажетесь от предыдущего гражданства. Это касается восьмого параграфа. Седьмой параграф я знаю многих людей, которые живут здесь, в Германии, которые живут седьмым параграфом, и также у них есть немецкое гражданство, и казахстанское гражданство, немецкое гражданство и российское гражданство. Они живут с двумя гражданствами. Но у восьмого параграфа такого блата нет. Придется отказаться, потом год подождать, и потом только вы получите. Так что, надеюсь, вам понравилось. Я очень старалась. Будет вторая часть о получении гражданства в Германии. Так что, кому интересно, ждите. Все, ладно. Всем пока-пока. Всех целую, обнимаю. Все, пока. Субтитры подогнал «Симон»!